У учащихся лицея номер один появилась уникальная возможность изучать традиции и обычаи кубанского казачества, не выходя из школьного двора. Хотя всего несколько лет назад пришкольная территория образовательного учреждения была совершенно обычной. Подробности в материале Тины Копачевской и Георгия Калинина. Школьный двор лицея номер один сегодня не просто двор, а целое кубанское подворье. Элементы казачьего быта стали появляться на территории лицея еще пять лет назад. Сначала построили колодец, стойло для лошадей, а три года назад мельницу. И это еще не все. Главный инициатор необычных идей – директор лицея номер один Любовь Белик. Для нее самое главное – воспроизвести быт казачьего подворья в таком виде, в каком он был много лет назад. Конечно, это элементы, конечно, это где-то в миниатюре, конечно, это стилизация. Но, тем не менее, вот и эти элементы кубанского казачьего подворья – это тоже то, что приучает детей к своим исконным корням. Все идеи Любовь Ивановны в жизнь воплощают учащийся лицея под руководством лаборанта кабинета технологии Николая Ермошенко. В течение учебного года они на уроках трудового обучения мастерили все, что украшает сейчас двор лицея. Помимо элементов казачьего быта, также построили домик Баба Яги, сделали улики для пчел, скворечники. А в этом году по заказу Любовь Ивановны мы на трудах соорудили скворечники. Верхние мы сделали бутафорные, а сбоку скворечники нормальные. Но прилетели скворцы и сбоку забарковали, а верхние поселились, значит, приняли работу. Все эти элементы, с одной стороны, эстетика лицея, а с другой стороны, необычный внешний вид. Чем и гордятся сами ученики, которые вместе со своим руководителем создали такое подворье. Этот двор – это гордость нашей школы. Все ученики принимали участие в его строительстве. Мы гордимся, так как визитная карточка лицея номер один, вон та вот мельница, да, это визитная наша карточка. То есть всем нам этот двор очень нравится, все стараются не сорить, не мусорить и все стараются поддерживать чистоту. В планах юных мастеров создать еще не один десяток разных поделок, которые будут еще больше украшать школьный двор. А самое главное, что ученики, воспроизводя элементы кубанского быта своими руками, таким образом выражают свою любовь к малой родине. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».